Добрый день, коллеги аграрии! Мы снова на Херсонщине. У нас 14 градусов температура, идут дожди. Часто мы бываем у фермера и мы видим какие ошибки бывают на поле. Для этих целей мы уже много лет проводим агроопыты Гроинпойнт, точка роста, где мы моделируем ошибки, которые возникают на производстве, для того чтобы потом исправить их и получить больший урожай. Здесь первый опыт это фазы развития. Здесь каждые 15 дней будет высеваться следующий посев и мы в один момент можем наблюдать все фазы развития подсолнечника. Следующий опыт это дружность сходов. Он заключается в том, что иногда фермер сеет и семена попадают в сухую землю и дальше они всходят уже когда пройдет дождь. Но там где происходит это через 15-20 дней, это существенно снижает урожай. Обратите внимание, здесь есть колышки, которые мы достаем и потом подсаживаем семена. Разница здесь на этом опыте будет составлять где-то 20 дней от подсолнечника, который уже взошел. Равномерность посева зависит от скорости движения агрегата. При движении 6-8 километров идет оптимальное расстояние между подсолнечником. На скорости 12-15 мы видим, что семена находятся и разные по глубине и расстояние между растениями также разное. Здесь опыт заложен на глубину посева 2 сантиметра, 5 сантиметров и 10 сантиметров. Мы видим где 10 сантиметров, там подсолнечник еще не вышел. Для него требуются дополнительные дни развития. Также мы имитируем стресс на подсолнечнике. Когда подсолнечник взойдет, значит в фазе 8 листочков будет уничтожено 30, 60 и 90 процентов. И следующей будет в фазе звездочки аналогично уничтожено 30, 60 и 90 процентов. И мы посмотрим с контролем какая будет разница в урожайности. И мы тогда можем определить насколько мы потеряем в будущем, если произойдет такая ситуация на поле. Такие опыты мы проводим и по кукурузе. Здесь будут посеяны фазы развития с разрывом 15 дней. То есть разница между первым и последним будет почти два с половиной месяца. Следующий опыт на дружность сходов, одновременность. Мы видим, что контроль взошли все сразу. Следующие через 5 дней, через 10, через 15 дней. И мы видим где вот через 10 дней какая разница между культурами, которые уже зашли и которые всходят. А здесь через 15, уже кукуруза раз-два-три листочка, которая должна бы зайти, еще не взошла, еще в земле находится. И здесь где с колышками, здесь будет через 20 дней подсеяно. И мы увидим потом разницу насколько это повлияет. Равномерность посева зависит от скорости посева и других факторов. И мы видим где контроль, здесь все зашло одинаково и ровно и расстояние между растениями одинаковое. А где спешили, мы видим какая разбивка. Обратите внимание, расстояние не соответствует где 10, где 20, 25 сантиметров. Из-за этого будет неравномерное расположение самих растений и его развитие и конкуренция со стороны культурного растения. Здесь опыты заложены будет на стресс, где мы, используя ранее сказано выход точки роста, на уровне земли будем срезать растения фазу 4, 6, 8 и 10 листьев. И обратите внимание теоретически после срезания растений фазу 8 листьев уже кукуруза отрастать не будет. Где будет до 6 листа срезана, там еще кукуруза выйдет. Почему? Потому что точка роста еще на тот момент находилась в земле. Значит и следующие опыты, которые также будут интересны многим фермерам, которые проситят наш Гроинпойнт. Локация нашего Гроинпойнта и всех остальных, которые находятся по всей Украине, их более десяти, есть в приложении Пионер.